МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие артефакты были найдены на территории Белярского городища? Чем же занимается физик-теоретик и для каких целей он необходим? Поговорим о вступительных экзаменах в Казанском федеральном университете и узнаем, может ли человечество заменить искусственный интеллект. Открою маленький секрет о себе. Я люблю историю и все, что с ней связано. Археологические раскопки. Благодаря ним человечество узнает немного больше об этом мире. Наша съемочная команда отправилась на самые настоящие археологические раскопки в Белярском городище. Специалисты со всего региона собрались в одном месте для единственной важной цели изучить прошлое человечества и выявить объекты археологического наследия. Подробнее о найденных артефактах в сюжете. Отличить металлургический шлак, узнать, что же было здесь раньше много лет назад. Всем этим занимаются студенты Института международных отношений Казанского федерального университета на своей первой практике. Белярское городище славится не только красотой природы и святыми источниками, но и богатым культурным историческим наследием. Так, уже на протяжении 55 лет здесь ведутся археологические работы как в рамках сторонних экспедиций, так и в рамках студенческих практик. В середине лета, а именно 13 июля, студенты Казанского федерального университета отправились в городище ради того, чтобы изучить прошлое человечество, выявить и сохранить объекты археологического наследия. Но прежде чем переходить к самому интересному, раскопкам необходимо пройти инструктаж, ведь одно неверное движение может повлечь за собой целую кучу неприятностей. Практика составляет всего 14 дней. И она является частью учебного процесса для всех студентов, которые связаны с направлением истории. Именно здесь они учатся работать с вещественными источниками, то есть раскрывать историю, по которой нет письменных свидетельств. И своими руками, прокапывая земли, собирая находки, они позволяют получить представление о каких-то исторических моментах, связанных с нашей территорией. На местах раскопок студенты уже нашли фрагменты металлических шлаков и керамики. По предположениям будущих археологов, раньше в этой местности находились металлургические заводы. Для продуктивной работы студентов разделили на несколько групп. Каждый знает свою задачу и выполняет ее, следуя четким инструкциям. Студенты отмечают, раскопки – это не просто практика. Это одно из ключевых дел в жизни каждого археолога. Самое главное – это физический труд, это как бы развивает тебя. Во-вторых, ну вот ты, получается, полевая практика археологическая, ты учишься работать на раскопе, работать там инструментами различными, открываешь много для себя артефактов интересных. Керамику, бересту мы находили, кости животных. Это все как бы интересно и учат тебя с ними работать, сортировать их и так далее. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, непосредственно в чем заключается твоя роль в этой экспедиции? Здесь мы проводим раскопки и непосредственно перебираем уже почву, которую выкопали. Например, находим шлаки, также можно найти керамику, кусочки небольшие. И затем мы их убираем на дальнейшую отсортировку. Вместе со студентами в раскопках принимают участие специалисты из археологического института имени Альфреда Халикова Академии наук Республики Татарстан, которые ежедневно делятся с ребятами своим опытом и знаниями. Однако Казанский федеральный университет представлен в большинстве преподавателей и старшие товарищи, которые на своем примере учат первокурсников извлекать все самое ценное из многовековых памятников истории. Здесь мы проводим археологические экспедиции. В данном году у нас раскоп небольшой, совместное сотрудничество у нас между Институтом археологии и Казанским федеральным университетом. Мы являемся как сопровождающими практику, методические рекомендации даем, учим, как правильно работать в поле, на раскопе, как правильно собирать материал, методику полевых исследований, рассказываем студентам. И студенты здесь именно обучаются совместной работе, коллективной работе, учатся работать в команде и жить в команде также. То есть у них постоянное общение друг с другом, и это сплачивает, и гораздо лучше узнают друг друга, не только в работе, но и в личных отношениях. Впервые в Белярск я попал так же, как и нынешние практиканты, после первого курса в качестве тоже практиканта в археологическую экспедицию. И завлекло, понравилась атмосфера своя, достаточно интересная. Сами раскопки тоже таинственные такие, загадочные. Ну и уже в этом году я третий раз, получается, здесь, в Беляре. Сейчас уже я как волонтер, который вместе с ребятами, с практикантами также участвует в данной экспедиции. Отметим, что археологическая экспедиция у ребят продлится до 26 июля. Эта практика помогает студентам получить необходимый опыт для их будущей профессии. Важно отметить, что для региона поиск артефактов играет важную роль, так как благодаря работе археологов можно восстановить те исторические фрагменты, о которых человечество еще не знает. Аделина Амдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс. С физикой у меня ассоциация самая бытовая. Нашумевший сериал «Теория большого взрыва». Физики представляются замкнутыми людьми, которые совсем не прочь находиться 24 на 7 в лаборатории и проводить там бесконечные эксперименты. Однако на днях я узнала, что физико-теоретики тоже научные сотрудники, но поле их деятельности немного отличается от работы практиков. Нужен лишь ноутбук и суперкомпьютер. Я уже просто сам сделал свой выбор, к чему лежит душа, так сказать. Что нравится. С детства Артем Цыганков хотел работать в научной сфере. Читал самую разную литературу, от художественной до технической. И хотя в семье есть астрофизики, сам ученый признается, что на выбор профессии это никак не повлияло. Сейчас Артем Цыганков – младший научный сотрудник лаборатории Казанского федерального университета. Работает он в области теоретической физики. Я делал выбор между физикой и биологией, в частности медицинским направлением, потому что оно тоже является естественным. В настоящий момент ученый занимается исследованиями в рамках проекта «Приоритет-2030». Работает он не в лаборатории, а за компьютерами. Его главное оружие – расчеты. Для работы необходимо всего два аппарата. Компьютер поменьше, в частности достаточно и ноутбука. Второе – нужен суперкомпьютер. Это просто большой компьютер, заточенный под вычислением, и он может занимать буквально целое здание. В Казанском федеральном университете для этих целей существует специальный вычислительный кластер. Это единая вычислительная система, которая помогает решать актуальные естественно-научные задачи и разрабатывать новейшие приложения. В рамках одного проекта Артем изучает пористые материалы. В частности, пористый не тянул. По словам ученого, его можно внедрить в кость пациента. При этом организм не будет отторгать чужеродный элемент. Это может помочь в буквальном смысле починить переломы или создать протезы. У него есть эффект памяти формы. То есть он может восстанавливать свою форму, если его согнуть, а потом нагреть. В рамках другого проекта ученый занимается исследованием элементов из-под группы азота. В ходе их изучения удалось выявить, что один из них, висмут, может помочь в производстве компьютерных процессоров. Индустрия стремится к уменьшению их габаритов. Характеристики висмута могут помочь совершить прорыв в этой области. Топологическим изолятором называется такой тип материала, который проводит электрический ток исключительно на поверхности, но не в объеме. Причем толщина этого материала может составлять порядка нескольких сотен атомных слоев. Чтобы сохранять работоспособность, время от времени Артем переключается на другие виды деятельности. Прогулки, посещение театра, изучение нового. Расширять свой кругозор необходимо постоянно, в противном случае профессиональная деятельность перестанет приносить свои плоды. В будущем Артем мечтает наладить связь между учеными и производителями. Это рабочая схема, ею пользуются ведущие технологические компании. Организовать процесс так называемый research and development – это высший пилотаж для ученого, когда теоретические исследования применяются на практике. Такое сотрудничество может значительно ускорить технологический прогресс. Ведь иногда случается так, что исследование так и остается расчетами на листе бумаги. Связь напрямую с производителями означает, что проект точно найдет практическое применение и принесет пользу обществу. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Школу я закончила, к счастью, уже давно. Но на своем опыте знаю, как порой волнительно и трудно проходить все этапы поступления в университет. Давайте вместе окунемся в атмосферу, средоточим и узнаем, что из себя представляют творческие испытания и как они проходят. Работа приемной комиссии в Казанском федеральном университете в полном разгаре. Вчерашние школьники волнуются как никогда, ведь перед ними дверь в самостоятельную жизнь. Документы уже поданы и вот перед абитуриентами новая ступень, которая приблизит ребят к обучению в стенах КФУ. 17 июля в Казанском федеральном университете начались внутренние вступительные экзамены для абитуриентов, которые планируют поступать на разные ступени высшего образования. Сегодня стартовала серия вступительных испытаний для граждан Российской Федерации и для граждан других государств, проходящих по общему конкурсу, претендующих на бюджетные направления. Сегодня были первые экзамены, такие как литература, педагогика, история. Вступительные испытания продлятся до 25 числа. 25 июля это будет последний день, это будет резервный день. И, соответственно, это же день окончания приема заявлений на бюджетные направления. Внутренние вступительные экзамены пройдут по журналистике, рисунку, русскому языку, педагогике, физике и ряду других предметов. Продемонстрировать свои знания абитуриенты смогут как очно, так и онлайн. Большая часть творческого зачета пройдет в приемной комиссии КФУ. Ряд экзаменов в профильных институтах Казанского федерального университета. А онлайн-экзамен будет доступен в личном кабинете абитуриента в социально-образовательной сети КФУ «Буду студентам». Мы стараемся ставить на первый день проведения экзаменов не массовые экзамены. Поэтому сегодня у нас такой тоже технический день для просмотра, возникают ли ошибки у абитуриентов, все ли понятно абитуриентам. Были выявлены небольшие технические сложности со стороны абитуриентов. Они решались просто консультативной частью. Работал наш кол-центр активно, оперативно. Объясняли ребятам, как подключаться к экзаменам, как себя вести на экзамене, что нужно делать. Если же абитуриент решил сдавать внутренние вступительные экзамены в формате онлайн, то ему необходимо ознакомиться с правилами сдачи. Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик, требований для будущих студентов стало больше. Именно поэтому подойти к сдаче творческих испытаний и вступительных экзаменов нужно со всей ответственностью. Со стороны вуза мы подготовлены полностью. Все проходит на площадке Казанского федерального университета через систему «Буду студентам» с применением технологий прокторинга «Экзамус», с применением второй камеры. Это небольшое нововведение этого года. Мы усилили процедуру прохождения вступительных испытаний в онлайн формате, так как мы допускаем до бюджетных конкурсов и для проходящих удаленные эти экзамены, поэтому процедура стала жестче по проверке и прокторингу. Поэтому списать совсем не получится. Нужно подготовиться к экзамену, зарядить телефон, подготовить устройство, с которым будет сдаваться вступительные испытания. Если говорить о творческом испытании изобразительного искусства, ребятам было дано задание, ребята его выполняли, рисовали композицию и потом прикладывали работу свою в личных кабинетах. Приметная комиссия будет уже оцениваться. Творческие испытания проводятся для того, чтобы абитуриенты показали свои таланты, отличительные способности, после которых комиссия будет принимать решение о зачислении абитуриента. Внутренние экзамены также рассчитаны на то, чтобы у будущего студента было больше шансов поступить на выбранное направление и добрать баллы. Это так называемые дополнительные вступительные испытания к вступительным испытаниям ЕГЭ по общим направлениям. Уже сегодня есть Институт филологии и межкультурной коммуникации, сегодня проводит экзамен изобразительного искусства. Ребята уже рисуют, уже отрисовали в большей части в онлайн формате. Мы сейчас просматриваем, все ли прошло нормально, предметные комиссии начинают работать. Но вот именно самое большое творческое вступительное испытание – это 19 июля, это рисунок в рамках Института дизайна и пространства к искусству. Напомним, прием документов от абитуриентов, поступающих без прохождения внутренних вступительных испытаний, продлится до 25 июля. Подать пакет документов можно несколькими способами. Через социально-образовательную сеть КФУ «Буду студентом», через госуслуги, а также прийти в приемную комиссию КФУ. Насколько уникальны люди? Сможет ли искусственный интеллект полностью заменить человека? Эти вопросы совершенно не дают мне покоя. Специалисты в области технологий уже давно задумались о потенциальных опасностях развития искусственного интеллекта. Ну а мы, в свою очередь, постараемся разобраться, есть ли в людях что-то такое, чего никогда не будет у машины, даже у самой умной. Искусственный интеллект – это воссоздание человеческого интеллекта в компьютере. Все больше и больше людей пользуются этой технологией, чтобы в какой-то степени облегчить себе жизнь, заставляя машины выполнять обыденные задачи. Однако немногие знают, как ученые и IT-специалисты добились такого уровня развития искусственного интеллекта. Вообще, процесс познания у искусственного интеллекта происходит исключительно благодаря человеку, который с особой старательностью вводит вручную данные, на которые впоследствии опирается робот. При использовании обучения с учителем задаются определенные входные и выходные данные. Если выходные данные не соответствуют ожиданиям, то компьютер сделает корректировку расчетов. Этот процесс повторяется из раза в раз, пока машина не сделает все без ошибок. Кроме того, существует так называемое глубокое обучение. С его помощью можно обучать искусственный интеллект прогнозированию выходов на основе набора входных данных. Процесс обучения ИИ – это модели, которые называются нейронными сетями, которые моделируют работу примерно человеческого мозга. То есть они, фактически впитывая входные и выходные данные, постепенно совершенствуют некую возможность на определенные входные данные давать ответ, который похож на то, что вы сказали что-то человеку, а он на это отреагировал. Технологический прогресс позволяет задать закономерный вопрос. А сможет такая система стать полной заменой человеческому мозгу и человеку в целом? Ответ до сих пор остается размыт, так как доподлинно неизвестно, какого прорыва в будущем смогут добиться ученые. Однако сам факт полного соответствия нейронных сетей человеческому мозгу отрицается многими специалистами в этой области. Самым главным аспектом является отсутствие эмоционального интеллекта. Наша способность мгновенно реагировать на проблему творческими решениями и сопереживаниями не имеет в себе равных и не может быть реализована ни на одном компьютере мира. Конечно, он может вытеснить некоторых людей, потому что есть уже, во-первых, прецеденты. Ну, собственно, как и любая инновация, она вытесняет людей. То есть когда появилась автоматизация на заводах, то резко упало требование к квалификации рабочего, и, соответственно, какие-то элементарные операции были заменены на станки. И, собственно, вот здесь происходит примерно то же самое. Но вопрос в том, как человек может интегрировать такие нововведения. Например, вот я знаю, что в сфере работы с социальными сетями, копирайтинга, сейчас старается себя GPT использовать как инструмент, который помогает для того, чтобы генерировать объемы текста, а потом, собственно, настоящий копирайтер, он как-то редактирует. Правда ли, что в скором времени нейронные сети настолько разовьются, что смогут полностью вытеснить с собой человеческий труд? Ко всеобщему удивлению, такая практика уже существует и даже активно применяется. Ярким примером стали заводы и фабрики, работников которых заменили уже такие привычные всем станки. Под эту же самую гребенку попадут и копирайтеры, и другие работники умственного труда. Но заменить людей, чья работа подразумевает непосредственное участие человеческого нестандартного мышления, которое не подстраивается ни под один алгоритм, скорее всего, будет практически невозможно даже всесильной машине. Вот все, что связано с постановкой задачи, формулированием поискового запроса. Понимаете, искусственный интеллект не может сформулировать задачи и сформулировать какие-то сложные конструкции, связанные с летательными аппаратами. Нам все равно должны быть люди, которые хорошо знают все законы термодинамики, какие-то законы физики, причем и открытые, и еще не открытые, которые еще надо открывать, которые еще, возможно, надо в процессе опробировать открытие, и потом внедрять, и понимать, куда и зачем это внедрить. Один из самых интересных фактов об искусственном интеллекте заключается в том, что в отличие от статического кода, он запрограммирован на обучение. Это означает, что он может развиваться сам по себе. Многие эксперты предсказывают, что когда-нибудь в ближайшем будущем искусственный интеллект достигнет сингулярности и сможет стать умнее людей. Возможно, он даже сможет мыслить по существу, эволюционируя в новый вид. И если эта фантастика действительно станет реальностью, человеческая раса столкнется с серьезной проблемой. Елизавета Газизянова, Андрей Багаудинов, Универньюз. Ну а на этом все. В студии была Карина Саяхова. Знаю, что прощаться всегда грустно, но я скажу вам пока-пока, ведь мы встретимся совсем скоро на том же месте. Всего доброго и только хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова